Сейчас снова в Крым на прямой связи специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, он сегодня прилетел в Симферополь. Александр, здравствуй. Ты только что вернулся из Киева, теперь в Симферополь. Расскажи о своих впечатлениях. Ну, что можно сказать. Аэропорт Симферополь взят под строгую охрану. Вы знаете, мне вот эта история с аэродромами в Крыму напомнила легендарный марш-бросок российских десантников из Боснии на аэродром Слатина под Пришнину, когда вот этим маневром, явившимся полной неожиданностью для войск НАТО, был фактически сорван сценарий наземного вторжения Североатлантического альянса в Косово. Мне кажется, что люди, которые, ну, я бы не сказал, что захватили аэропорт, они все-таки взяли его под контроль, они захватили, руководствовались теми же самыми соображениями, то есть лишить Киев возможности провести, ну, скажем, в кавычках, наземную операцию в Крыму, тем самым остудив некоторые горячие головы. Ну, людям этим видно, что оружие они держат не в первый раз, для них вот оружие в руках это такая же привычная штука, как для нас, наверное, айфоны, да, понятно, что они, видно, что они умеют с оружием обращаться, видно, что это дисциплинированные военизированные подразделения, но как мы не пытались их разговаривать, они не признаются, каким воинским подразделениям они принадлежат. Ну, также есть сообщение о блокировании аэропорта в Севастополе, где также люди в одинаковой униформе, без знаков различия, без каких-то опознавательных знаков, также блокируют подъезды к аэропорту, и также блокируется пограничная база украинская, также блокируются вооруженными людьми, причем погранслужба Украины, это имеется в виду, которая находится в штаб-квартире в Киеве, они сообщают, что опознали в этих военнослужащих 810-й полк морской пехоты, хотя штаб Черноморского флота несколько раз опровергал сведения о том, что военнослужащие ЧАЭФ принимают участие вот в этих блокированиях, в этих военных маневрах. Продолжение следует...